Власть Но давайте на секунду пофантазируем и представим, что же будет, если у власти будут пацаны. А перед началом ролика неплохо было бы подписаться на канал Николай НС. И вы спросите, жирный? А почему мы должны подписываться на этот канал? А вот почему. Да потому что здесь вы найдете интересные видео на разные темы. Такие как работа, игры, музыка и многое другое. Ведущий расскажет о работе в розничном магазине, о работе грузчиком в деловых линиях. После этого ролика, кстати, вообще там был скандал. И о многом другом. Автор активно развивается и именно сейчас ему необходима ваша поддержка. Поэтому незамедлительно переходи и подписывайся на этот классный канал. Ссылка, конечно же, в описании. Пацаны у власти. Так называется наш сегодняшний, ну назовем это, пациент. Разумеется, в паблике все по классике. Ватермарка с Калашниковым, обоссанные обосранные тазы, петушары в масках. И гениальные цитаты, которые мы с вами, конечно же, сегодня и разбавим нашим известным красноречием. На самом деле, нетрудно догадаться, что было бы, если бы действительно пацаны были у власти. Во-первых, каждый второй сидел бы на бутылке. Ну и все россияне поголовно любили бы ёбаный шансон. По поводу шансона у меня на канале есть вообще отдельное видео, где я подробно объясню, почему я считаю данный вид музыки, данный жанр, полным ёбаным дерьмищем, а всех его исполнителей ебучими бездарями. Вбейте в гугле, не знаю, там, шансон жирный, и наверняка это видео вы найдёте. Ну а если вкратце, весь шансон это трёхаккордная дресня, где, как правило, кого-то посадили, либо кто-то очень сильно хочет выйти из тюрьмы. И, естественно, во всём этом виноват не он сам, а все вокруг. Закурю беломора, сорок лет у параши, купола на груди и бутылка взади. А за предложение сделать обзор на этот паблик можете сказать спасибо вот этому человеку. Ну, после такого небольшого аперитивчика можно теперь, собственно, и порифмовать. Запомни правило трёх Н. Нет ничего невозможного. Тогда приготовь-ка мне, сука, Жюльен. Из грязи и корма подножного. Время – удивительная вещь. Его так мало, когда опаздываешь, и так много, когда ждёшь. Больше всего это понимаешь, когда к тебе стучат в кабинку, а ты сидишь и срёшь. Когда ты всё поймёшь, меня уже не будет рядом. Я уеду на гастроли командовать гей-парадом. Ну, а если серьёзно, причём здесь фотка ограбления ёбаного банка. Кто здесь что должен, сука, понять? Типа, о, ты ограбил банк, нахуя, зачем ты это сделал? А ты в ответ такой, когда ты всё поймёшь, меня уже не будет рядом. Да, безусловно, звучит красиво, но связь, связь, сука, ёбаная связь. Где связь текста и картинки в этом посте? По-моему, ведь вся суть постов ВКонтакте и любой социальной сети, это когда картинка имеет какое-то отношение к тексту. Сука, ведь с таким же успехом можно просто сделать фотку с заснеженной улицы, по которой едет, не знаю, машина, например. И взять и к этой фотке прикрепить что-то типа, самое обидное, это когда ты верил человеку, а он взял тебя и предал. Вот примерно такой же, сука, будет смысл. Самое обидное, это когда ты верил человеку, а он тебя предал. Да блять! Я больше не могу, меня уже Кондратич обнимает от этих гениальных, сука, цитат. Это самое элементарное, это основа написания цитаты ВКонтакте. Это сделать так, чтобы было понятно о чём картинка, либо картинкой подчеркнуть сказанное в цитате, блять. Надо жить в своё удовольствие, и плевать, что говорят другие, мы никому ничем не обязаны. А вот хер там, обязаны, и ещё как, сука, обязаны, всё это полная хрень. Ведь если ты назвался человеком, то по-моему, логично, что ты обязан жить как человек. А если ты против общества и против социума, и ты живёшь по каким-то своим, блять, особенным понятиям, по каким-то своим особым правилам, так может тогда съебаться тебе нахуй из общества куда-нибудь в пещеру. Жить, например, отшельником по своим охуенным пацанским понятиям, правилам жизни и всём остальном. Это я к тому, что люди очень часто говорят красивые слова, но совершенно не задумываются над тем, что они, блять, говорят. Но, повторюсь уже сто раз, наверное, говорил, но в очередной раз повторюсь, красота изложения ещё ничего не доказывает. И если сказано красиво, это ещё не значит, что сказано со смыслом, так сказать. Лучше искренне послать, чем фальшиво улыбаться. Лучше искренне посрать, чем фальшиво обосраться. Кто знает в этой жизни толк, не будет лезть в чужую душу. Среди собак я буду волк, а волки псов обычно душат. Какой же в твоей жизни толк? Носить спортивные костюмы? Или, быть может, пить пивко или тащиться от петлюры? А может, толком ты зовёшь обоссанный тюремный опыт? Нет, ты меня не наебёшь. Твой толк, волчок, долбиться в жопу. Мы почему-то влюбляемся в тех, с кем не можем быть. Ну да, машину реально трудно любить. Но если очень сильно постараться, то можно с выхлопной совокупляться. Научу дочку ставить точку, научу сына быть мужчиной. А когда закончишь воспитание, научись и сам в правописании. Я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю, а не то, что модно, престижно или положено. А почему тогда на фотке БМВ, а не ванильное, например, мороженое? Брат за брата до конца, хоть и льётся кровь с лица. Но ведь главное, чтобы у дурачка кровь не текла из очка. Лица стёрты, краски тусклые. То ли люди, то ли куклы. Жопа в сперме, рот в говне. Фарту масти, ауе. БМВ для тех, кто спешит. Мерседес для тех, кто успел. А приора без пружин для тех, кто на бутылку сел. Когда мне плохо, я начинаю молчать. Блять. А когда мне хорошо, я видимо пою. Я не одинок, я просто не шляюсь с кем попало. Ведь кто попало, это я сам. Параварапам. С кем надо, с тем судьба сведёт снова. А по-моему, на этой фотке должен быть Вова. По крайней мере, если бы этот паблик делали кремлеботы. В моём детстве не было мобильных телефонов, но я всегда знал, где мои друзья. Большинство из них и по сей день там пьют пивко и ждут тебя в гости на пикничок. Старичок, идём на пикничок. Знаете, обычно в конце я всегда рассказываю какую-то мораль. Мол, вот так-то и так-то, ребята, вот потому-то и потому-то. Это плохо и всё в таком духе. Но сегодня я решил отойти от традиционных заключений и скажу прямо и без всяких, так сказать, завуалирований. Все они там ёбаные петушары. А ты, в свою очередь, можешь показать своё превосходство над ними, просто написав комментарий под этим видео, подписавшись на мой лайв-канал, на мой инстаграм, на нашу группу вконтакте и на мой патреон. Все ссылочки на это есть в описании. Тыкай вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, вот сюда, чтобы подписаться на канал НиколайНС, вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня всё. Спасибо, что смотрите Жирного. До свидания. Пока.